Ввиду того, что Россия, русские люди, в целом, народ глубоко патерналистичный, как мне кажется, ориентирный, так и иначе на государство, и вообще на достаточно внушаемых, в хорошем смысле и плохом тоже. Нужно сделать пропаганду чтения тотальной, понимаете, вообще пропаганду знаний как такового, тотальной. Нужно, чтобы государство маниакально занималось воспитанием человека нового типа, нового образца, чтобы телевидение было скучно, тошно, чтобы вернулась вот эти, все эти замечательные хлеборобы Ряжского района просят поставить вторгальца Тарахманинова, и мы это слушали целыми днями, это нормально, так и должно быть, не надо воспитывать животное, надо делать животное, если само разобьется само по себе, не надо вот эти принципы свободы и ритуализма, которые нам буквально были надязаны в последние 20 лет, они превращают нас совсем не в то, во что мы хотели превратиться. Вот дайте человеку свободу, дайте человеку выбор, а человеку хочется, чтобы ему было комфортно. Чтобы ему было комфортно, надо, чтобы он лежал и ничего не делал, почувствовать. Знаете, это же знаковое слово наше время, комфортно, да? Вот страна это большой пакет, и надо, чтобы нам все не было комфортно. Человек должен быть некомфортно, он должен как бы двигаться, и когда он преодолевается в какие-то вещи, он становится еще большим человеком, чем он был на сих пор. А вообще, эта вещь простая очень, я сам это понял только не так давно, о том, что реально, как ни странно, в мире побеждают люди, которые обладают каким-то запасом гуманитарной культуры. Я одновременно, это письма товарищу Сталина написано, от имени Ильграя Детель Енцева, очень дружно связано там деятелей большого бизнеса. Прямо говорят с людьми из списка Форбса, из миллионеров. И меня где-то гранили, самых богатых людей там в мире. Бывал часто у них там на их дачах, на рулевке, гостин. Я у них, ну, не знаю, там, половину-не половину списка Форбса, но очень многих. Я их не знаю, они все очень читающие люди. Я сначала подумал, что это случайно, что они все читающие люди, а потом стал думать, что на это это не случайно. На это какая-то особая мобильность, гудоперчивость мозга, которая ведет к тому, что и Петти Аллен, и Фридман, и Алик Кох, они все прекрасно отличают не то, что одного Толстого от другого, а другого третьего Томаса, Альгена, Альгена, Альгена. Они знают дикаденскую поездию, амбульскую, французскую, какую-нибудь. Они знают такое, что даже знают люди, мои коллеги из мира литературы.